Продолжение следует... Все время, да, это, знаете, для Господа неважно один или два, ему важно сердце. Я вам скажу один такой момент в жизни одних братьев и сестер, этот пример я сам слышал, из-за человека, который это прошел. Он говорит, мы в одном маленьком небольшом городе, там, по-моему, это было в России, делали евангелизацию. Выше покаяться очень много людей. Люди покаялись, обратились к Богу, мы их окружили и назначили с ними встречу, дату и служение, и место, и все назначили. И в назначенное время мы целый автобус с программой, молодежью и совсем приехали в это место, в этот зал. Мы зашли в зал, зал пустой. Никого нет. Один человек сидит впереди и говорит, мы зашли, немножко замешкались, и уже мне такие, говорит, предложения, давайте мы сегодня развернемся и уедем домой. А я ему говорю, нет, братья, мы проведем всю программу, как подготовили. И говорит, мы начали эту программу, впереди сидел человек, и мы всю программу, вот как приготовили для ста, так мы приготовили и начали для одного. Когда мы ее провели программу, он поднимает руку и говорит, можно вас просить? Мы говорим, можно. Вы знаете псалом, дорогие минуты? Мы знаем. Спойте. Мы спели. Потом он говорит, а еще такой-то псалом, знаете? Знаем. Спойте. Мы спели. А потом мы его спрашиваем, а откуда вы их знаете? Знаете, он говорит, знаете, это было очень давно, еще в моей юности, я семи верующих, но я отпал. Я отпал, и когда услышал, что вы приезжали сюда, я сказал, у меня движение в сердце, я пойду туда. И вот никто не пришел, он один пришел. Через много лет. И он среди них раскаялся и стал нашим братом. В этом поселке проводит собрание. Поэтому, братья и дорогие сестры, знаете, у Господа есть то слово, которое нужно сегодня нам. И вот у нас сегодня молитвенное служение, еще темы для молитвы. Мне бы хотелось сказать, мы готовы слушать от Господа или принимать ответы, которые Господь будет нам давать на молитвы. Братья и сестры, просить у Господа и потом принимать то, что Господь будет посылать, иногда люди не готовы. А надо быть готовым. Когда мы просим терпения, Господь может послать скорбь. Господь, я не просил у Тебя ее. Я терпения просил. Знаете, вот темы, я прочитаю темы, и мы все-таки будем молиться и просить, знаете, как Господь посчитает нужным, так пусть и отвечает. Господь нас любит, и Господь хочет нас приготовить. А чтобы нас приготовить, нас надо очистить. Итак, 3 января, пятница, у нас молитвенное служение. Молитва обо всех церквах, евангельских христиан, баптистов. Баптистов. А также есть много людей, которые носят имя христиане, но они не называются именно баптистами, но они носят имя христиане, чтобы они не позорили имя Господа. Будем молиться о всех, кто называется его именем, а также о всех, кто именно относится к нашему братству. О городе и стране, где мы живем. Надо молиться за этот город, за страну, в которой мы живем. О республиках и странах бывшего союза, а также о всем мире, о верующих и церквах в Израиле. Они тоже во всем мире, они тоже относятся к этому. Молиться о братстве и альянсе, объединении церквей евангельских христиан-баптистов в Америке. Вот всех, кто приехал сюда. Молиться о них. Молиться о них. И о чем мы будем о них молиться? Что бы мы хотели, чтобы Господь со всеми ими сделал? Вот здесь есть такое предложение, дальше описано. Чтобы церкви и верующие жили первое, по Слову Божьему. Братья и сестры, по Слову Божьему, чтобы жили. Были солью. Третье. Светом для мира. Чтобы проповедовали чистое и неповрежденное Евангелие. И подкреплено местами Священного Писания. Мы потом к ним обратимся. Я зачитаю всю программу молитвы. Второе. Молиться о покаянии и пробуждении всех людей. Это наша необходимость. Это надо. Молитва о пробуждении русскоязычного населения в Америке. Это вот примерно совпадает с первыми пунктами о психосостоянии духовном. Это второе. Третье. Молиться по местной церкви и ее служителях. Благодарить Бога, что Он готовит церковь к восхищению. Просить, чтобы Бог благословил по местной церковь миром, единством, святой жизнью, духовным ростом. Чтобы народ Божий пробудился от сна и поправил светильники свои. Чтобы церковь по местной и все мы вместе с нашими детьми были готовы к встрече с Иисусом Христом. Подкреплено священными писаниями. Вот это сегодняшняя нужда. Это необходимая нужда. Я хотел бы с первого пункта более подкрепить местами священного писания, чтобы мы вместе помолились об этом Богу. Итак, первая просьба помолиться о всех верующих, о городах, странах, всех тех, кто носит имя Иисуса Христа, о всем мире, о нашем объединении верующих в Америке. Когда мы просим то Господь говорит всем просящим у него, что ты хочешь от меня. Было такое? Что бы мы хотели вот в нашем сердце видеть? Какой бы мы хотели видеть ответ, чтобы нам Господь дал? Первое, мы согласились просить, чтобы верующие жили по Слову Божьему. Итак, чтобы верующие жили по Слову Божьему, им надо что-то оставить, чтобы принять Слово. Правда, да? Невозможно жить по Слову Божьему и быть в суете. Невозможно. Значит, если мы будем об этом молиться, Господь начнет работу со всеми верующими, чтобы их привести в такое состояние, чтобы они внутренне что-то оставили. Или скажут, Господь, Господи, не хочу я ходить ни в церковь, не хочу читать Слово, я буду заниматься своим делом. Всё тогда. Но если человек ещё живой в сердце, внутри своём, Господь будет над ним работать, чтобы он спасти. В Писании говорит такое Слово. Римлянам апостол Павел говорит, есть одна опасность для верующих людей. Одна опасность. Она не одна опасность, но вот что апостол Павел написал. Носить имя верующих людей, носить имя Иисуса Христа, но не отвечать требованиям этого названия, почему и эта тема сегодня, чтобы верующие жили по Слову Божьему. Апостол предупредил в первой главе римлянам такое предупреждение сделал. Смотрите, какое. «Ибо открывается гнев Божий с небес на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Это верующим кремлинам апостол пишет. Дальше он говорит 21 стих. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Смотрите, что произошло. У них была встреча с Господом у верующих людей. Они приняли Его, но они не прославили Его как Бога. У них произошло в жизни разделение мир и Бог. Мир тянул к себе и настолько сильно, что они осуетились в умствованиях. Они подпали под течение мира, а мир всегда закручивает так, что о Слове Божьем вы мыслите, не будете. Что нужно для того, чтобы человек вернулся к Слову Божьему? Господь допускает его жизни скорби, чтобы он очнулся и к Богу возвал. Когда человек осуетился в умствованиях, вот эта площадь под здаром сатаны, вот здесь он будет с человеком, что хотите делать? Когда он его отрывает от Слова, он его вовлекает в свою волю и творит с ним всё. Он становится его орудием. И не всегда не удивляйтесь, если человек, значит, имя верующий, но совсем противоположные дела делает. Поморочилось, несмысленно и сердце. Апостол предупреждает. И поэтому это насущная нужда, чтобы верующие жили по Слову Божьему, были солью и светом для мира. Иисус говорил об этом, чтобы верующие, вот мы все с вами, были действительно для мира светом, были действительно для мира солью. Я не буду сегодня говорить много об этом. Братья и сёстры, невозможно жить по принципам мира и быть светом для этого мира. Невозможно. Надо избирать один путь. Надо избирать, как Иисус сказал, одного Господина. Избирать, кому служить. И поэтому Господь иногда, и, по-моему, даже очень часто, мы молимся вроде во благополучии, а приходит скорбь. Молимся Господу о бодрствовании, о приближении к Богу, а приходят такие состояния, когда мы Господи, ну почему так получается, чтобы нас изменить внутри, чтобы мы внутри определённо решились, я пойду только за Господом. Поэтому Господь хочет, если Он говорил, чтобы мы были светом, чтобы мы были действительно только светом. И о пробуждении проповедовали чистое и неповреждённое Евангелие. Местописание 5 глава, Матфея 5 глава, 13 стих. Матфея 5 глава, 13 стих. Здесь такое слово. Да, здесь так и говорится, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, зачем сделаешь её солёной? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить её на попрание людям? И местописание 2 Тимофею 4, 1, 5. 2 Тимофею, я читаю эти места, которые здесь отмечены. 2 Тимофею 4, 4 глава, 1, 5 стих. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мёртвых в явлении Его и царстве Его. Проповедую слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещавай, со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые блестили слуху, от истины отвертят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всём, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твоё». Апостол говорит, тот, кто будет нести свет Евангелия, он будет встречаться с большими трудностями. Он будет встречать сопротивление даже среди верующих. Не все верующие будут принимать, потому что произойдёт, будет такое время, когда будут склоняться к абсолютному, к мирской жизни. И настоящее Евангелие, которое будет тревожить их сердце, не всем будет нравиться. Апостол предупреждает об этом. 1 Коринфянам, 2 глава, 2 стих. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Вот этот момент, братья и сёстры, очень важный для всех верующих. «Я рассудил, я решил в моём сердце». Смотрите, как он говорит. «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Апостол Павел, идя в Коринф, с таким намерением, и проповедованием Слово Господа, он всё как бы убрал в сторону, проповедовать только Иисуса Христа распятого. Что сегодня для меня, о чём это сегодня для меня? Знаете, я живу, и мы все живём, всегда между дилеммой, кому отдать приоритет. Апостол говорит, «Я решил в сердце своём». И говорит о Иисусе Христе распятом, и жить для Иисуса Христа распятого. Вот это решение никто не может сделать в общем. Это решение надо сделать лично. И пусть Бог благословит нас в этом. Ещё одно место. Это 2 Коринфянам 2,17. «Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Для тех, кто берёт Евангелие в уста свои, благовествовать в церкви ли, на улице ли, соседям ли, кому-либо, апостол говорит, нигде оно не должно повреждаться. Где бы оно ни проповедовалось, оно нигде не должно повреждаться. Ни словом, ни делом, ни отношением. Можно говорить вроде правильно, но повреждать его своим поведением. Можно там? Можно. Пусть Бог сохранит нас. Это насущная нужда. Насущная. Братья и сёстры, если Бог начнёт отвечать на нашу молитву, то надо быть готовым ко всему. Бог может так отвечать, чтобы встрепенулся народ Божий и в сердце своём сделал решение самое лучшее – это идти за Господом. молитва о покаянии и пробуждении всех людей. Это очень важно. Молитва о пробуждении русскоязычного населения в Америке. Знаете, вот все люди и русскоязычное население Америки, возможно, оно делится. Русскоязычное население Америки или славяне, которые знают русский язык, они есть верующие и есть неверующие. И вот о покаянии и пробуждении нужно молиться и верующих, а неверующих тем более. Поэтому, если это будет относиться к верующим, то Господь будет их пробуждать. По крайней мере, условия такие будет ставить. А если будет относиться к неверующим, то здесь должны работать мы – я и вы. Если мы будем молиться, но никому нигде мы не скажем, извините, они никто не придёт к Богу. Если я действительно в сердце своём взял желание, не раз в год вот тему я вам прочитаю, и я на неё забуду до следующего года. Нет, если я взял вот этот момент, то я должен бодрость над своими словами или лучше тогда не обещать Богу? Если я действительно сказал, Господи, я буду молиться, всё сердце приложу, а потом всё приложу к тому, чтобы достигло Слова до этих людей. Услышали, увидели, узнали и приняли. Этого хочет Господь. Место Писания 1 Тимофея. 2-4. Я прочитаю, и мы будем молиться. 2-2 глава, 4 стих. Который хочет. 3-й стих ещё прочитаем. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. Господь хочет. Пусть его желание совпадёт с моим желанием, чтобы и я тоже этого хотел». Тит 2-11. Тит. 2-я глава, 11-й стих. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков». Братья и сёстры, сегодня благодать Божья спасительная и явилась, и пребывает. Она пребывает для всех людей, для верующих и неверующих, чтобы их пробудить, а нас привести в должное состояние, о чём мы сегодня. Давайте мы помолимся Богу об этом. А потом я прочитаю третий абзац лично о нашей церкви. Хорошо? У кого будет желание? Помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, мы стоим перед тобой, вознося к тебе просьбы, нужды, внутренние желания о народе, который носит имя Твое, Господи. Где бы он ни жил, в какой бы стране ни был, Господи, чтобы они не позорили Твое имя, чтобы не хулилось имя Твое среди незнающих Тебя, но чтобы они были действительным светом, распространяли Евангелие чистое. Мы просим Тебя о всех верующих здесь, в этой стране, о том объединении христиан, церквей, в которые мы входим, мы умоляем Тебя. Пусть среди детей Твоих будет внутреннее состояние мира, покоя, любви друг к другу. Благослови, Господь, единство, благослови, Господи. Приготовь весь народ Твой, Господи, к встретению Твоему. Не в наших руках время и события, но все в Твоих руках. И мы полагаемся на Тебя, Господь. У Тебя и любовь есть, у Тебя и суд в Твоих руках. И мы благодарим Тебя, что Ты готовишь людей встретить Тебя, детей Твоих, чтобы они Тебя знали и не осуетились, не отступили, но бодрствовали. Господи, благослови нас в этом собрании, чтобы мы не один раз в год приложили к этому сердце свое. Но было это в нашей жизни и желании постоянно. Господи, с этим желанием мы стоим здесь. Поклоняемся Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Я вам еще, братья и сестры, несколько скажу. Садитесь, пожалуйста. Несколько моментов, что касается нашей церкви. И мы помолимся еще. Пусть Бог поможет нам. Молитва по местной церкви и служителях. Благодарить Бога, что Он готовит церковь к восхищению. Просить, чтобы Бог благословил поместную церковь миром, единством, святой жизнью, духовным ростом, чтобы народ Божий пробудился от сна, поправил светильники свои, чтобы церковь поместная и все мы вместе с нашими детьми были готовы встретить встречи со Христом. Евреям 12,14. Я просто прочитаю эти места. 12,14. Евреям. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа. Иеремия 46,19. Иеремия 46,19. Готов себе нужное для переселения. Это важно, братья и сестры, это очень важно. Знаете, вот, собираясь на молитвенное здесь или в других местах, мы должны знать, молитва должна быть услышана. по крайней мере, мы хотим, чтобы она была услышана. Правда, да? Священное Писание, как бы подсказывает нам, говорит, что нужно для того, чтобы молитва была услышана. Вот одно из условий. Одно из условий, я не буду открывать Евангелие, вы знаете эти места, если кто хочет, потом прочитайте. Матфея, 18, глава, 19 стих. Это должно быть согласие. Там говорится о согласии. Если двое соглашаются просить, а в всяком деле, сам Иисус сказал, будет им, когда они будут просить, чтобы не просили. Вот этот момент очень важен. Поэтому не от количества людей усиливается молитва, а от внутреннего согласия этих людей, которые объединяют их внутри. Поэтому здесь есть такой ключ, особенно, почему Господь посылал подвое. Это очень интересно. Дома мы имеем возможность, муж и жена. Господь хочет, чтобы они жили в таком тесном согласии, чтобы не было никаких препятствий для их молитвы, чтобы они любую нужду могли нести к Богу, был ответ. Дьявол пытается это разрушить, даже двух, которые говорят, что любят. Поэтому надо всегда бодрствовать над внутренним состоянием и над внутренним согласием. Тогда есть гарантия услышанной молитвы. Итак, условие, одно из условий, это внутреннее согласие. Второе, одно из условий, сильных условий, Марк пишет в 11 главе, 24 стихом, это вера. Если будете просить с верою. Не просто выражать Богу желание, с верою просить. Третье условие, Иоанн 14,14, если просите во имя Моё, Иисус говорит, получите. И ещё одно, Иаков говорит 1,6, с верою не сомневаясь, то есть без сомнения, с верою без сомнения. Поэтому, когда двое молятся, они друг друга поддерживают. Если один чуть-чуть сомневается, другой его укрепляет, чтобы он не сомневался. И говорит, не сомневайся, Господь поможет. Это им легче. Если один падает, другой поднимает. Знаете, я разговаривал, он где-то с братом одним. И он говорит, я в жизни моей много испытал молитв. И один раз я, нужна была, нужда была, я начал молиться Богу об одной нужде. Нужна была помощь, никто не мог помочь. И вот, чтобы не забыть, сколько я молился, вот для себя он так взял, я, говорит, всегда приходил на одно и то же место молиться. И брал веточку, кидал его под дерево, под которым я молился, и молился. И я знал, что иногда нужно молиться не один день, иногда нужно молиться много. Бог не говорит, я вам отвечу завтра. Но Бог говорит, я вам отвечу. Сомнения нет. Вера есть. Во имя Иисуса Христа. Согласен. Все правильно. Еще другие многие условия. Господь, говорит, отвечу. Тогда держитесь крепко, молитесь Богу. И он, говорит, я молился. Я, говорит, кучка, правда, увеличилась, тех веточек, которые я накидал, но Господь ответил. Знаете, это практика, это жизнь. Второе. Готовы ли мы, я уже об этом говорил, готовы ли мы на Божий ответ? Не такой, который мы хотим, а который Он хочет. Мы иногда просим, но подсознательно мы готовы вот к этому ответу, Господи. Но Бог может вот этот ответ дать, который я, Господи, только не этот. В практике Божьего народа такое было. Я хочу вам, читать много не буду, но некоторые места. Иремия пишет. Я думаю, что вы уже знаете эти места. Иремия пишет. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы молимся, мы не должны строить, как бы, Бога говорить, Господи, я хочу вот так, чтобы ты была. Знаете, вот так, чтобы было. Нет, Господи, сделай так, чтобы я и Дома Тебе слушали. Или о народе просим, чтобы народ, как же Господь будет поступать? Пусть это его вопрос, как Господь будет поступать. Иремия 42.2. Иремия 42.2. Смотрите. И сказали Иеремии пророку, да пойдет пред лице твое прошение наше, помолись о нас, Господу Богу твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят, чтобы Господь твой указал нам путь. Нужда была серьезная, ситуация была очень серьезная. И вот Иремия должен был пристать перед Господом и дать ответ. Люди просили у Господа ответ. Иремия должен им был дать ответ. Иремия принес им ответ. Это же глава с 19 стиха. К вам остаток Иуды изрек Господь. Изрек Господь. Не ходите в Египет. У них была дилемма. Остаться в Израиле, в земле израильской, или в Египет идти. Говорит, как Господь будет говорить, вот так и будем поступать. Он говорит, к вам остаток Иуды изрек Господь. Не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерег вас. Конкретно? Ясно. Дальше он говорит. Ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу вашему, сказавши, помолись о нас Господу Богу нашему. И все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, и вы не послушали. Знаете, вот есть опасность. Если Господь не сделал так, как я просил, значит, я рассердился на Господа и обиделся на Господа. Господь меня не слышит. Я это уже слышал, почему я вам это говорю. Я уже слышал это от людей. Я сколько молился Господу, и Он меня не слышит. Ни вы, ни Господь, я никому не нужен. Знаете, вот иногда люди, чтобы мы не рисовали из себя ответ, но ждали так, как Он это скажет. И 43 глава, 43 глава этой же книги Иеремии со второго стиха. Смотрите, как написано. Эти люди, как говорят Иеремии, так сказал Азария, сын Асаи, и Анан, сын Корея. И все дерзкие люди сказали Иеремии, неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать тебе, сказать нам не ходите в Египет. Они одно об одном говорили и совсем делали другое. Знаете, чтобы этого не было так. Если молиться, пусть Бог сам даст тот ответ, который Он считает нужным под Его волю. И еще одно условие. Как говорит Господь? Нам это хочется знать. Мы просим, но не знаем. Писание говорит, Господь сказал. Но как Господь говорит? Через что Он говорил? Через что вообще готовы мы Его слушать? С неба голосом Он не говорит. Может быть, кому-то и говорит. Как говорит Господь? Священное Писание. Много ситуаций есть, где конкретно говорится, что Бог сказал. О некоторых из них я скажу. Первое. Бог говорит через свое слово. И его в 33 глава, 14-16 стих. Бог сказал. Даже Он говорит, если того не услышите, Бог еще раз говорит. А потом начинает касаться тела. Как бы силы стрепенуть, слушать внимательно. Еще одна ситуация. Через людей Бог говорит. Через верующих людей Бог говорит. Деяние 9 глава, 10-18 стих. Бог Анании говорит, иди к Савлу. Помните, да? И скажи Ему. Анания пришел к Савлу и начал говорить Ему. Бог сказал, Господь сказал, прозри и так далее. Бог говорит через людей, использует людей. Поэтому мы не можем сегодня сказать, вот так только Бог будет говорить. Бог может вам послать такого человека, может, которого вы не ждали, он вам что-то скажет, надо принять. Еще Бог говорит через людей. Это апостол Павел подтверждает. Деяние апостола, 22 глава, 12-16 стих. Когда он вспоминает о том, говоря, вспоминает о том, что с ним было, он повторяет, говорит, Бог мне сказал, и упоминает Ананию, как Бог ему говорил через Ананию. Дальше Матфея, 6 глава, 6 стих, Бог говорит через молитву. Он говорит, когда вы молитесь, просите, дверь закройте, и молитесь отсутствуем в тайне. А отец, видящий тайны, воздаст вам явно. Как воздаст? Это его вопрос. Он знает, как воздать. Он тоже может использовать и людей, и условия, и слово. Еще филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. Услышанная молитва умиротворяет сердце. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Мы открываем свое желание пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Знаете, вот этот момент очень важный. Когда мы молимся, здесь ли мы молимся, дома ли с какой-либо нуждой, внимательно прислушайтесь к сердцу. Апостол говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления во Христе Иисусе. Внутри вашем выстраивается линия умиротворения, помышления, внутреннего тихого состояния перед Богом. Это гарантия, Бог вас услышал. И даже если Бог вас услышал, останьтесь в мире, если даже сегодня ответа не будет. Он придет, ответ, в нужное время. Бог хочет нашего полного, абсолютного доверия. И это есть вера. Братья и сестры, у нас нужда сегодня серьезная. Вот наша семья, церковь, и маленькие, и большие, и пожилые, и молодые, все нуждаются в долгом состоянии. Вот хорошо, если вот здесь написано ко встрече со Христом Иисусом. Вот, я не знаю как, но может помечтать, может быть можно. Вот когда мы придем к Господу, вот я думаю, мы все узнаем. Виктора, я думаю, узнаю. И Виктора узнаю. И вот сестер. И все мы, наверное, будем вместе. Мы же, наверное, не поменяемся лицами, нет? Может быть, только старые станут молодым, и мы, может, не узнаем. Скажем, вау, мы вас в первый раз увидели молодыми. Дети, может, в другом состоянии. Мы не знаем, но мы, если увидим церковь и увидим много, почти всю, дай Бог, всю, мы скажем, не напрасно мы молились в начале Нового года, да? Не напрасно. А может, в течение года кто-то пороложит к сердцу вопить Богу об этом. Братья и сестры, а впереди встреча, от которой мы не только не убежим, мы идем к ней, мы стремимся к ней. Она нас ждет, эта встреча. И пусть это будет глубоким желанием в течение не только этого года, в течение всей жизни пока живем, чтобы все, которых мы встречаем, порой часто видимся, мы их увидели в вечности перед лицом Господа. Давайте мы помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, мы действительно идем к Тебе, идем с глубоким внутренним желанием, и пусть это желание никогда не оставит нас, пока мы живы, молиться друг о друге, молиться о церкви, молиться о всех, кто несет служение, кто посещает церковь, кого мы знаем, кого встречаем. Господи, благослови, Отец наш Небесный, чтобы не только мы и наши семьи, но все дети Твои, которые находятся среди нас в этой церкви, могли знать близко Тебя, Господь, чтобы в сердце своем они бодрствовали ожидали Твоего пришествия, Господи. Это наше желание, Господь. И пусть оно будет объединено, Господи, единством, пусть оно усилится верою, Господь, пусть не будет в нашем сердце сомнения, что Ты услышал нас, Господи. Мы будем принимать Твой ответ так, как Ты его пошлешь нам, Господи. Может быть, Ты начнешь побуждать или пробуждать, Господи, разными условиями. Помоги не возроптать, Господь. Помоги все принимать. Помоги за все благодарить, потому что в милости своей порой Ты тело будешь касаться, чтобы Дух был спасен. Пусть будет так, Господи. И мы единственно просим Тебя, Господь, чтобы Тебя увидеть, чтобы не потерять Твое Царство, встречу с Тобой, чтобы это было внутренним глубоким желанием. Помоги бодрствовать, помоги славить Тебя за все, Отец и Дух Святой. Аминь.